Привет, меня зовут Николай, я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след, и мыслями, из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов, 3 задачи» из интересной книги. Сегодня у нас в гостях вместе с горячим имбирным чаем с медом Майкл Микалко и книга «Рисовый штурм». Не каждый день в гости заходит человек, который, будучи офицером американской армии, отсюда, видимо, и слово «штурм» в названии книги, собрал военных, экспертов, ученых и попробовал классифицировать доступные методы творческого мышления, а потом успешно применял эти самые методы в решении различных военных и политических задач. Мне кажется, что книга, по сути, представляет собой какой-то набор убеждений нас с вами, то есть читающих, в том, что креативность — это не божья искра, а набор навыков, которые нужно системно и изнурительно тренировать. Ну, методы, инструменты для таких тренировок вас ждут тут же в книге. Давайте попробуем в «10 фактах» и «3 задачах» разобраться, какой из 21 способа мыслить нестандартно мне запомнился больше всего. Креативность доступна каждому, осталось убедить себя в этом. Факт первый — все хотят быть креативными. Креативность в быту — это запоминаемость, это эмоции, хорошее настроение окружающих и умение сделать даже самый серый день ярким. Креативность в бизнесе — это рост продаж, узнаваемость бренда, креативность в карьере — это рост и заметность среди других сотрудников и так далее и тому подобное. И вот Майкл говорит, что все, что вам нужно, чтобы заметить, что и вам доступна креативность тоже, это больше играть в логические игры, которые учат мыслить нестандартно, находить различные закономерности, а потом эти закономерности переносить из игр на применение в каких-то других сферах. Писатель предлагает убедиться нам в том, что каждый человек креативен над природой и воображение умеет связывать несовместимые какие-то вещи. Для этого психологи опросили, как один из примеров из книги, психологи опросили творческих и нетворческих людей, и оказалось, что в навыках практически никакой разницы не было, была лишь разница в их убежденности. Одни были убеждены, что они креативны, а другие — что нет. Сформировать вот такую стойку убежденности, что вы креативны, вам помогут всего лишь пять идей в день, потому что тренировать ум можно подобно мышцам. Второй факт из книги. Писатель предлагает развивать эту креативность на практике. Вам достаточно придумать по пять новых идей какой-то конкретной цели, касаемо там профессиональной деятельности, вот прям ежедневно. И сначала это будет сложно, но спустя какое-то время идеи начнут возникать сами собой без напряжения и усилий. Я когда-то читал книгу про авторов в игре КВН, которым нужно было постоянно генерировать шутки. Зачастую они работают как раз вот по такому методу постепенного минимального накопления материала, потому что, ну, никто не придумывает сценарий за один день. Он там собирается по крупицам и по тем самым трем-четырем шуткам в день, чтобы со временем обрести законченную форму. Третий факт. Игра на гибкость мышления. Существует огромное количество разных игр, часть из них приводится как раз в этой книге, но вот есть такая простая игра с друзьями и коллегами, которая поможет вам развивать способность нестандартно мыслить. Майкл предлагает нам подобрать набор слов, абсолютно любой, и попробовать составлять с этими словами как можно больше предложений раз за разом. И подобную практику можно проводить и в неофициальном формате, встречаясь с друзьями, и можно также начинать любые брейнштормы на работе, особенно которые касаются вот каких-то креативных, поиска креативных решений. Как это выглядит на практике? Вы садитесь с друзьями или со своими сотрудниками и говорите, что за 5 минут нужно придумать как можно больше предложений с конкретным набором слов. Например, слова «я», слово «не», слово «радоваться», «абрикосы», «раздраженный», «собаки», «с готовностью» и «гнев». И вот вы начинаете придумывать, кто больше соберет различных предложений с помощью вот этого набора слов. Если вам изначально кажется этот набор слов достаточно большим и сложным, его можно сделать чуточку меньше. Ну и еще до начала этой игры решите для себя, кто вы, котенок или обезьяна. Четвертый факт из книги. По мнению Микалкова, у человека есть выбор между двумя подходами к жизни. Они, разница в этих подходах кроется вот в чем. Когда котенок ощущает опасность, он мяукает, он призывает на помощь маму-кошку и, собственно, пытается с ее силой решить какие-то возникшие у себя проблемы. Маленькая обезьяна действует совершенно по-другому. Она действует на опережение, она сразу же прыгает на спину мамы самостоятельно, не мяукает, никого не зовет, а пытается как бы на такое опережение самостоятельно все порешать. В обоих случаях животное спасается от опасности, но обезьяна прикладывает усилия, а котенок безропотно просит о помощи. И вот в том, в общем, если вы хотите достичь успеха, вы должны быть подобной обезьянке и ответить для себя еще на один холиварный вопрос. Леонардо да Винчи для вас был гений или прагматик? И вне зависимости от ответа на этот вопрос, пятый факт из книги заключается в том, что будьте как Леонардо да Винчи. Потому что сейчас вы узнаете, что несмотря на то, что работы Леонардо многим кажутся гениальными и самобытными, но при этом немногие знают, как творец создавал свои шедевры. А там все было достаточно просто с точки зрения воспитания в себе этой самой креативности. Художник садился за стол, клал перед собой лист бумаги, закрывал глаза, полностью расслаблялся. Кстати, с закрытием глаз и с полным расслаблением будет еще несколько кейсов, чуточку ниже. И он начинал рисовать хаотичные линии. Потом ученый открывал глаза и пытался найти в нарисованных линиях суть. И очень часто находил. Этот пример как раз доказывает значимость образного мышления в генерации идей. И то, что, в общем-то, наверное, есть какая-то гениальность. Просто кому-то это дается легче, а кому-то нужно для этого потренироваться. Если вам это не дается так легко, как дается до Винчи, просто нужно чуть больше тренировок и чуть больше взывать к своему подсознанию. Потому что в основе творчества лежат гипногогические образы. Гипногогия — это такое состояние пограничное между явью и сном. Я думаю, что у каждого из нас такое случалось, когда вы думаете, что вот-вот уже засыпаете, но еще до конца не уснули, и мысли спутаны, и вы не понимаете, это еще явь или уже сон. Это состояние, его фишка в том, что оно характеризуется как бы сознательным восприятием образов из бессознательного. То есть образы начинают приходить те, которых уже не существует, но вы их оцениваете как что-то вполне реальное. И именно поэтому в этом состоянии вы получаете слуховые, зрительные, тактические, даже логические галлюцинации, а также сонный паралич. Ну, я немного слышал о людях, которые страдают этим недугом, называемым сонным параличом, ничего хорошего в нем нет, и доводить до такого состояния в поисках креативности точно не рекомендую никому. Но вот это вот редкие случаи наличия слуховых, зрительных, тактильных и всяких других галлюцинаций могут вас привести к тому, что вы из подсознания будете получать какие-то креативные идеи. Именно так создавал свои сюрреалистические работы Сальвадор Дали. Он брал жестяную тарелку и медленно водил по ней ложкой. Водил ложкой, просто погружаясь в сон. Ну, то есть это он уже ближе, видимо, к вечеру или когда ему хотелось спать. Но суть в том, что когда он практически засыпал, то ложка выпадала из его рук, раздавался резкий звук, он как бы просыпался, и в этот момент рождались идеи. Потому что они, как мы уже с вами только что обсудили, очень часто возникают на статике сознательного и бессознательного. И если совсем ничего не приходит в голову, то просто обратитесь к подсознанию, потому что в нем, во-первых, хранится все, что вы когда-либо видели или слышали, во-вторых, есть какие-то ответы и ключи и решения ко всем вашим вопросам. Метод книги мертвых. Есть египетская книга мертвых, в ней содержатся какие-то символы, которые невозможно было расшифровать. И вот профессор Рэй из Стэнфордского университета изобрел такую методику. Он ставил цель, выбирал три фрагмента из книги, расслаблялся и представлял, что эти иероклифы должны решить какую-то конкретную задачу. Потом он смотрел заново на эти символы и находил их прочтение. И оказывалось, что, исходя из контекста, в котором они написаны, понятно, что они означают. Если вы ищете ответ на вопрос, как превратить кролика в утку, то восьмой факт из книги как раз для вас. Потому что писатель предлагает увлекательное упражнение. Он предлагает взять в руки предмет, придумать, как его переделать, и, например, как превратить кролика в утку. Основой для игры разума может быть любой предмет или явление. Ваша основная задача – это придумать манипуляции, которые помогают трансформировать изначальный предмет в нечто новое. Я думаю, что вы наверняка видели в бесконечной ленте Facebook или Instagram игры с одинаковыми прямоугольниками или квадратами, которым нужно дорисовать разные элементы, чтобы получились разные картинки по смыслу. Это как раз и есть вот этот метод превращения кролика в утку. Один из самых действенных способов тренировки креативности. У вас всегда должна быть банка с идеями. Девятый факт из книги. Он может быть в материальном даже виде. Майкл предлагает взять емкость какую-то, банку, контейнер, что угодно, и наполнять ее периодически интересными. Это может быть цифровая банка в том числе. Типа условный ноушн какой-нибудь или блокнот ваш в телефоне. Наполнять ее интересными цитатами, рекламами, изображениями, просто словами. Потому что потом любая информация может послужить триггером для рождения идеи, когда вы копаетесь в этой банке и перебираете ее. Ну и списки развивают мышление. Записывать идеи в список – это отличный способ тренировать креативность. Ставьте задачу, придумывайте как можно больше способов применения продукта или услуги, как можно больше способов накидывать идеи. Но это все структурируйте в списке, ограничивайте себя по времени, заставляйте мозг работать активно. И даже самые неочевидные вещи, на первый взгляд, тоже записывайте. Потом, когда возвращаетесь к списку, находите на стыке нескольких пунктов то самое решение, которое переворачивает всю игру. Такие быстрые 10 фактов. Из книги «Рисовый штурм» осталось три задачи. Три задачи, конечно же, записаны в букнот. Блокнот для осознанного чтения, больше про который вы можете почитать на нашем сайте. И про теплый чехол, и про обложку, и про фиксацию листов резинкой, и даже про то, как скачать его бесплатно, и самим распечатать, и делать то, что мы рекомендуем делать всем, кто читает non-fiction литературу. Все важные мысли из книги обязательно выписывать на бумагу. А потом из этих мыслей формировать три задачи, чтобы после прочтения каждой книги становиться чуточку лучше. Те три задачи, которые я выписал себе после прочтения книги «Рисовый штурм». Конечно же, больше играть в настолки с друзьями. Второе, методы тренировки креативности новые. Вот один из моих самых любимых – это превращение кролика в утку. Ну и попробовать разобрать конкретную большую задачу, которую давно не могу начать, на много мелких, и делать по три-пять шагов по закрытию этих мелких задач каждый день, чтобы в конечном итоге закрыть и большую задачу. Кажется, с книгой покончили. И давайте дружить. Таким был «Рисовый штурм» Майкла Микалко, и таким был проект «Читай быстро» буквы.инфо на этой неделе. Подписывайтесь обязательно на канал, ставьте пальцы вверх, жмите на колокольчик, напишите какой-нибудь комментарий, понравилась вам книга или не понравилась. Начали вы после этого, после того, как послушали обзор, мыслить креативно или нужно все-таки прочитать книгу полностью. Проверяйте скорость чтения на нашем сервисе буквы.инфо.рапит. Там можно прочитать текст, ответить на вопросы после него и получить сертификат с вашей скоростью и осознанностью чтения. Сертификатом обязательно делитесь с друзьями в соцсетях. И пусть все знают, что вы читаете ого-го как. Блокнот для осознанного чтения, рабочие тетради, очень много всяких полезных материалов, конспектов, выжимок из нонфикшн, литературы и даже из школьной литературы ждут вас на блоге буква.инфо.блог. Ну и наш инстаграм, буква.инфо, тоже подписывайтесь. Мы там иногда выкладываем какие-нибудь интересные фоточки или обзоры книг. Увидимся на следующей неделе. Читайте книги, слушайтесь маму. Хорошего вам дня. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok